Кто такие русские немцы? Почему эти люди оказались именно в России? И связывает ли молодое поколение немцев свое будущее с этой страной или же мечтает вернуться на историческую родину? Гас, Фет, Барклайда Толли, Крузенштерн, представители династии Романовых. Эти еще многие известные личности немецкого происхождения полюбили Россию всем сердцем. Когда-то их приглашали в Россию, давали привилегии и льготы, хвалили их образ жизни, позже обвиняли и депортировали. Почему же многие русские немцы до сих пор остаются в нашей стране и как к ним здесь относятся? Об этом многом другом пойдет речь в нашем видео. Нецкие купцы, лекари, ученые, ремесленники приходили на Русь с самых древних времен. Их знания были востребованы еще в Московской Руси. Благодаря активной вербовке на русскую службу в Москву приезжали мастера горного дела, оружейники, литейщики пушек и золотых и серебряных дел мастера. Реформы Петра I резко увеличили количество прибывших в Россию иностранцев, прежде всего из германских государств. Именно в это время отношение к немцу становится двойственным. С одной стороны, его оберегает и ценит государство, с другой, он остается чужеродным телом в России и привносит туда свои нравы и обычаи, которые на государственном уровне становятся обязательными для исполнения. Современные русские немцы в основном потомки переселенцев, покинувших Германию в 18-19 веке. Их появление в России стало возможным благодаря приглашению Екатерины II, которая решила освоить малообжитые районы Российской империи. Немцы играли важнейшую роль как при дворе, так и практически во всех сферах общественной жизни. С ее воцарением на престол в иноземном составе российских служащих появляется все больше немецких фамилий. Многие из нов прибывших остаются в России надолго, некоторые переходят в русское подданство. Немцы арендовали или покупали участки земли, на которых вели общинное личное хозяйство. Многочисленные колонии были закрыты от внешнего мира и жили по принципу самообеспечения. Там были свои маленькие заводы и предприятия, школы и церкви. Между собой колонисты делились в основном по конфессиональному признаку. Современники всегда отмечали достаток, чистоту и опрятность немецких поселений. Но все изменила Первая мировая война. Во время нее немцы были существенно ограничены в правах. В первые годы советской власти отношение к русским немцам было довольно хорошим. Однако ухудшение отношений с Германией и начала Великой Отечественной войны привели к их трагической депортации. После войны советская власть долго не давала немцам вернуться обратно, на землю, уже успевшую стать родной. Многие из них в поисках лучшей жизни эмигрировали в Германию. По данным переписи населения 2010 года, в России сейчас проживают около 400 тысяч немцев. По отчетам экспертов, на данный момент эта цифра увеличилась почти в два раза. Начиная с 90-х годов XX века, во многих городах России начинают создаваться центры немецкой культуры. Главной целью их деятельности является сохранение культурной идентичности и общности российских немцев. Для этого организуются фестивали и дни немецкой культуры, выставки художников и исторических материалов, проводятся семинары, научные конференции, издаются книги, газеты и журналы по истории и культуре российских немцев. Сейчас мы находимся на территории мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история», где проходит очередной этап второго международного патриотического форума «Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства». Сюда я прибыла по приглашению одного из спикеров этого форума, Абих Анны Михайловны. Она является русской немкой, и сегодня я возьму у нее интервью, чтобы узнать побольше о ее деятельности. Здравствуйте! Можете, пожалуйста, поподробнее рассказать о форуме, который здесь проводится, и почему вы здесь присутствуете? Ну, форум. Форум этот международный, проводится он уже второй раз. Форум это патриотический, и само название «Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства» говорит само за себя. Я здесь на сегодняшний момент присутствовала как представитель немецкой организации. Она была образована в 1992 году и является соучредителем проекта «150 культур Дона». Можете поподробнее рассказать как раз-таки о своем вкладе российско-немецкое общество и о том, чем вы там занимаетесь? Я являюсь заместителем руководителя немецкой организации на Дону, в Ростовской области. Одно из направлений – это работа с российско-немецким меньшинством, содействие возрождению культуры и традиций немцев. Я решила посетить брата и сестру Беккеров, история семьи которых отражает истории большинства русских немцев, пострадавших от советской власти. Скажите, пожалуйста, немного о своих семейных традициях. Я до сих пор при отце не говорю, не пьем, не гуляем, когда чтобы там на «ты» и только на «мы» и «мы». И всегда говорю, я хочу неравнести. Уже после армии как-то встретился с учительницей, она начали вспоминать, она мне как говорит, вот почему-то я говорю, не помню вам, что у вас вроде большая семья, но вы легали пакостями. Я говорю, я не говорю, так, возьмите, начнем с того, что нам было просто пакостить некогда. У нас всегда обутые, одетые, обвязанные, крючком, это обшитые дети, понимаешь, как вот так. Ну это пахота с утра до вечера и картофельные поля, вот такие вот туда, вот как вот, да, да, вдаль, глядящие. А вы больше Рождество или Новый год отмечали? Да больше Рождество. В 82-м году, получается, ездил в Казахстан, именно на Рождество нас крестили. О русских немцах можно говорить очень долго. Смешение двух культур, двух совершенно различных миров не может не вызвать интереса, как у русских, так и у немецких историков и этнографов. Но они всегда оставались и остаются чужими, как в России, так и в Германии. Там они русские мигранты, здесь представители нации, развязавшие Вторую мировую. Однако тот факт, что живя в других странах, русские немцы сохраняют свои традиции и культуру, даже в самых трудных обстоятельствах говорит о силе этого народа, не боящегося идти своим путем. Продолжение следует...